Вот эта вот гигантея, посмотрите, у поставщика подбойка гигантеи разного размера, поменьше, побольше, огромная, с цветоносами. И это все разные варитеты гигантеи. Они все разные. Это из Малайзии. Они все из Малайзии. Они очень дорогие, он говорит, он сам собирает эти гигантеи. Но мы еще будем у одного поставщика тоже гигантеи. Но посмотрите, как бридеры подбирают какие-то разные варитеты одного и того же растения. Для того, чтобы, видимо, какие-то более красивые цветения получить. И вот еще у нас интересный гибрид. Гигантеи. Давай, я дам поставщику, что часто корни. Это гибрид Голден Пиокер на гигантею. Посмотрите, какой темный цвет, очень красивый получился. Гигантейный гибрид, но обратите внимание, листья не очень-то и большие. Это классно, потому что когда вот такие вот лопухастые листья, как у настоящей гигантеи, передаются, но это не так хорошо, занимает очень много места. И еще я хотела показать, не знаю кто это, посмотрите, тоже какой-то гибрид. Поставщик славится своими гибридами. Это вот какой-то новый сорт. Возможно, для нас это будет открытием. Потрясающе. Вот этот вот просто невероятный вот этот вот сорт еще, посмотрите какой. Тоже новинка, у него есть только кот. Мы его обязательно отфотографируем и покажем. Ой, целенько. И посмотрите, вот еще какой хороший малыш. Пёстренький. И это, и это, посмотрите-ка, это то же самое, тоже дети одних и тех же родителей. Вы видите, как они сильно отличаются, несмотря на то, что это один и тот же сорт. Потрясающе, правда? Вы посмотрите, это то, что я больше всего люблю. Это мету-голден... Это мету-голден ринг. Это линдон-голден ринг. Это линдон-голден ринг. Это линдон-голден ринг, скрещенный с амбоэнсин с амфлау. Вот мы первые увидим это цветение. Посмотрите, какая красотища. Давайте мы его отставим, обязательно сфотографируем, вам покажем во всей красе. А сейчас пока будет видео. I like the arbor. Yes, very beautiful one. И это нам... Alba by alba. Gigantia alba. Вау! Это потрясающий кросс. Поставщик с гордостью показал нам первое цветение гибриды с гигантом. Гигантей альбой. Вы посмотрите, какой красивый. Это ифон сиангор на гигантей альба. И это потрясающе. Это первое цветение. Оно потом будет гораздо более пышным, гораздо более эффектным. Сейчас, конечно, это самое молодое растение, вы видите. И цветение у него, конечно, не такое роскошное, как потом будет. Мы обязательно его возьмем на фотосессию с собой, покажем. Это прям, ну, прорыв. На гигантею альбу гибридов очень мало, они сложно даются и очень дорогостоящие. А вот тоже интересно, давай я покажу. Это Яя Квин на Ганновер Пэйшн. Очень интересно. Яя Квин все очень любят такой сорт. От него цветочек взял свою форму. А от второго родителя Ганновер Пэйшн взял свою чудесную расцветку. Очень забавно видеть, прям вот очень наглядно видно оба родителя в этом цветке. Я сказала, что это форма из Яя Квин и цвета из Ганновер Пэйшн. Очень необычно. И посмотри-ка, вот такой вот еще оранжевенький сорт. Наверное, ты уже показал. Посмотри, какой красавец. Это Happy Sear Sweet Milone. Happy Fun Sear Sweet Milone. Нужно будет обязательно понюхать. Судя по названию, растение должен быть запах. Давай проверим. Есть, и он очень сладкий. Вы знаете, расскажу маленький тип и трик. Обычно все-таки такая характеристика, как аромат, указывается у цветка в названии. И если мы видим название Happy Fun Sear Sweet Milone, Sweet Milone сладкая дыня, но предположительно, как 90% вероятность у цветов будет пахнуть, как и сейчас. И он пахнет очень вкусно сладкой дыней. То в данном случае название варитета указывается его особенность, как аромата, аромата цветка. Большого размера, желтого цвета. Посмотрите, это тоже за Гигантея Альбы. Посмотрите, какой красавец. И это тоже, это все тоже одни и те же растения. Это все один и тот же сорт. Вы посмотрите, насколько разные цветения. Видно или ниже, выше? Вы посмотрите. И вот еще тоже. И этот, и это, и это. Этот вот явно больше взял просто Гигантея. Проникла она в него. Этот похож больше на Альбовую сорт. А вот этот вот, посмотрите, он нечто среднее уже между ними двумя. Давайте мы тоже их возьмем на фотосессию. Сюда я поставлю, потом мы их заберем. О, блю! Максима! Вы посмотрите, какая голубая Максима котлея. Даже нечего добавить, цвет у нее потрясающе голубой. Это огромная редкость для орхиды. И только у него она есть. Этот варитет только у него есть. Он давно-давно назад был в Колумбии. И он заплатил 2000 долларов за маленькие три бульбочки. Вот теперь только у него есть такая вот потрясающая, невероятная голубая Максима. И она очень небольшая. Обычная, очень высокого размера. А это, он рассказывает, что она не крупная. Потрясающая. Я даже не знаю. Ну, ты видишь, да люди платят огромные деньги за вот такие. И он не на продаже, он для себя это держит. Да, когда говорят про бабочки, честно говоря, меня передергивает. Мы тоже возьмем на фотосессию с тобой. Ты посмотри какой. Это тоже гибрид. Очень милый. И вот еще посмотри, посмотри, это все один и тот же кросс. Я не устану это показывать и повторять, потому что приходят новички, начинаются вопросы о пересортах ребят, но они оба прекрасны, каждый по-своему. На мой взгляд, лучше закупать сеянцы. Много-много-много разных, тогда у вас может быть и такой, и такой цветок, и может получить настоящий шедевр. И это тоже, все одно и то же. Вот все они три брата, и все они три разные. Вот это мне больше всего нравится. Это веридис. Смотри-ка, маленький, миленький веридис. Это видовое растение. Крайне редко встречается и в заказах, и в коллекциях. Люди не все любят такие маленькие цветочки. В них есть своя изысканная прелесть, но, к сожалению, почему-то такие сорта у нас... Это вид. Не очень популярные, что жаль. Это вот то, что можно встретить в дикой природе. И это очень ценится среди тайваньских коллекционеров, коллекционеров всего мира. Собирать то, что исчезает в дикой природе. Ой, вы посмотрите. Салупиокер, да? Это Салупиокер? Салупиокер. Нет, нет, нет. Это же самое. А, и этот тоже, тот, как мы на этом показывали. Очень похож на Салупиокер. Да, это все вот одни братья и сестры, как они их бразерс. Братья и сестры. Настолько разные. Даже я вот считаюсь опытным человеком, и видите, я ошиблась. Но меня смутило, что он отдельно стоит, я оправдаюсь. Посмотри, Black Centra. Какой красоты Black Centra. Невероятно. Я не знаю, почему сорт перестал бы популярным. Он очень красивый. Хорошо, что мы снимаем видео. Фотографии, к сожалению, часто не передают вот этого всего. Вот такой отлив, вы видите, и размер цветка. И минуточку я буду нюхать. Внимание на меня. И у него легкий-легкий-легкий аромат. Совсем маленький. Не сильный. Маленький аромат. Я новые слова вывожу. Посмотри, кого я увидела. Да ты посмотри, какой красавец. Это John Gigant Cherry Noganover Passion, но очень-очень необычный. Вау, он просто невероятен. У него более пастельный цвет цветков. Более нежный, но, на мой взгляд, потрясающий. Просто. Вот нет этой яркости, вырвиглазовости, но он просто очень хорош. Это тетраспис. Тетраспис. Но, обратите внимание, хочу показать. Это тетраспис. Вроде бы ничем не примечательный. Посмотрите, насколько синие у него крапушки. Я первый раз такие вижу. Они часто бывают с крапушками, они бывают с черточками, они бывают лепесток через лепесток. Но вот такой фиолетовый цвет я вижу первый раз. И пахнет прямо здесь. Вот я стою на расстоянии от цветов, и аромат доносится. Потрясающий аромат, кстати, очень красивый. Сам аромат очень красивый, я имею в виду, и цветок тоже. И мы его с тобой утащим. О! Это интермедиа. Ребята, это большая-большая редкость. Это тоже видовой. И я никогда не знала сама, хотя столько лет с фаленопсисами, я первый раз вижу, какие у него листья. Посмотрите, какие у него листья. У него, оказывается, некрупный цветочек, очень нежный, очень красивая радужная губа. И сам он некрупный, но невероятной красоты листья. Надо попросить его достать. Я боюсь сама трогать, потому что они могут быть поломаны, как-то достать его. Он более умел это сделает. И вот желтый, вы посмотрите. Давай мы возьмем, смотри. Это такая-такая редкость. Это действительно крайне-крайне редко встречается интермедиа. Посмотрите, у него листья красивые. И это растет в дикой природе. Вот смотрите, какой он потрясающий. Это видовое растение, которое растет в дикой природе. Его можно встретить в лесах и в джунглях Филиппина, Тайване, наверное, Таиланда. Честно говоря, я вас запутываю, в каких странах. Но это потрясающе. Потрясающе красивый нежный цветок. Я первый раз его вижу вживую. А это вот всем известный. Желтый шилериана. Стюартиана грин. О, это грин. Это не желтый, это зеленый. Стюартиана, зеленый сортсюарт. Очень красивый. Посмотрите, кстати, сама растенница, к сожалению, имеет проблемы со здоровьем. Но цветет просто превосходно. Посмотрите-ка, пульчерима, бэби-хейт. Вы посмотрите, какой нежный-нежный цветочек. Невероятно нежная губа. Невероятно сам. Ну, я не знаю, просто нежный. Мне не хватает слов, чтобы писать. На самом деле, наверное, словарный запас у меня страдает. А это всем известный Митусанна гигантею. Я, честно говоря, не буду ему уделять много внимания, потому что тут есть гораздо более интересные вещи. Вот такие вот видовые. Селебенсис, крайне редко встречающийся тоже. Это тоже видовое растение, которое встречается в дикой природе. И я тоже тащу его на фотосессию, потому что он крайне редок. Я первый раз вижу цветение, я его понюхаю. Нет, он не пахнет, к сожалению. Ну, наверное, тут уже все. А, это шелериана. TH. Смотрите, это шелериана TH. Вы видите, у нее такая выгнутая форма и более белая губа. Вот просто на этой стороне обычная шелериана. Сейчас попробую их достать и показать. Видите, разница довольно-таки сильная. Этот более бледный цветок и более интересной формы. Тот более яркий цветок. Ну, на самом деле, я неправильно сказала, более интересной формы. Каждому свою, кому что нравится. Но вот этот вот цветок, это TH шелериан. Я не знаю, как его достать, не повредив. Вот, я достала один. У него длиннющие корни, опутывающие все. Вот, мы его сейчас сфотографируем. Жалко, что не самый лучший деземпляр. Наверное, отшкет будет достать. Ну, и пойдем. Осталось два рядочечка. Нельзя сказать, какой цветок лучше. Вот, я достала их. Какой хуже. Они просто разные. Это, ну, действительно, кому какой нравится. Вот, посмотрите. Это фанктастинг грин энви. Зеленая ревность. Я не знаю, почему она ревность, почему она зеленая. Точнее так, ревность я знаю. Все будут ревновать, когда увидят у вас этот цветок. Все будут завидовать. А мы его заберем на фотосессию. И вот еще. Ну, этот, по-моему, мы уже брали. Ну, давай тоже еще раз возьмем. Посмотри, какой желтенький красавчик. Тут прям ходишь и вызыркиваешь, вызыркиваешь. Вот эти можно будет себе заказать. И вот новый сорт. Яфон Бэтмен, извиняюсь, Лайолин Претси Дэл. Интересно. Бэтмен зеленый. И посмотрите, какой насыщенный фиолетовый цвет появился. Тоже его сейчас утащим фотографировать. И потом покажем. И вот, посмотрите, это тоже их кросс. Наверное, новый. Она вот показывает с гордостью. Посмотрите, какой интересный цвет. На мой взгляд, у них сорта не хуже, чем сорта Метту серии. Очень красивая. Пойдем дальше, посмотрим, что еще нам есть. Ну, тут уже мало осталось. Тоже это их кросс. Посмотрите, какой насыщенный вишневый цвет. Малиновый, прям темно-малиновый. И... Ой, вот это вот гигант черри квин. А это другой кросс уже. Это джон гигант черри квин. Мира суперстар. Посмотрите, какой интересный полосатик получился. Но опять первое цветение. Дальше, конечно, они будут гораздо более эффектными. Нас зовут туда зачем-то. Пойдем. Смотри, какого крупного размера цветки. Они абсолютно потрясающие. Очень красивые. Посмотри. Тут огромная ценность в том, что цветок очень крупный, до 6 сантиметров. Помимо того, что очень красивый цвет, я не знаю, показывает камера или нет, он переливается слегка, то у него еще очень крупный размер цветка. Попробую показать так. И наверняка он ароматный. Мы сейчас это проверим. Да, он очень сильно ароматный. Часто спрашивают, надо постараться записывать это. Яфон Имидж на Янг Хагелблиц. Это новый кросс Мика. Вы посмотрите, какого крупного размера цветы. Они атласные. Невероятно красивые. Вот просто невероятно красивые красоты цветы. Крупные. Вот. И он очень классно пахнет. И вот, чтобы мы знали с вами, как он называется. Давай мы его отложим с тобой на фотосессии. Пойдем дальше. Амбейнсис? Тигровый амбейнсис. Посмотрите, какой он реально тигр. Самый настоящий тигр. Просто потрясающей красоты. Ровные такие. Они все, покажи, пожалуйста. Они все-все-все одинаковые. Они все мереклончики, они все тигрушечки. Ой, как он пахнет. Ой, как он пахнет. Амбейнсис, как цветет. У него огромное пышное цветение. Это же молоденькое растение совсем. Пойдем дальше. Нам что-то еще хотят Мико показать. Sorry. Ой, тоже посмотри-ка. И вот это миниатюрка. А кто это? Боже. Вот это это. Слушай, меня позоришься. Я не знаю, как это называется. Что это? Сан-су-син. Сан-су-син. Даже не знаю, что это. Сан-су-син и чарм. Посмотрите, какой тоже крупный. Тот вот по фиопедию. Тут попрохладнее, кстати. В той части потеплее, а тут попрохладнее. Потому что вот стоит кондиционирование. По нему стекает вода, и он охлаждает воздух. И в этой части более холлобилюбивое растение содержится. И вот еще, посмотри-ка, мы еще возьмем с тобой такую людомуниану. И это тоже людомуниану. Помнишь, мы показывали в середине репортажа более темный цвет? А это вот другая. Это другая селекция, другой отбор. Она выглядит тоже по-другому. Она тоже людомуниану. Для этого дают старые названия. Например, людомуниану горное или такая, в кавычках тоже. Это название варитета, которое имеет какие-то свои особенности. Мимимишечка. Ага, это вот мы видели маленький турбомо... Я забыла, ту стертианой кросс. Я забыла название второго, но вот сложно выговариваемое. Это вот новый кросс, они скрестили. Это маленький черненький, мы там показывали. С стертианой. Посмотрите, какой хороший цвет получился. Очень эффектный. Давай мы тоже его отставим. Ой, нам работы, работы. Афродита. Афродита. Это тоже, мы вначале показывали, это видовое растение. Крайне редко встречается. И вот посмотрите, еще Афродита. Это видовое растение. На самом деле, крайне редкость большая. Очень давно и не было в заказах. И вот сейчас ее можно заказать, вот даже цветущие. Невероятно. Это, ну, повторюсь, во всем мире коллекционеры очень любят собирать растения, которые исчезают из дикой природы. Находятся под, ну, все орхидеи находятся в Красной книге. Но вот эти вот, они особо классные. Наверное, в этом есть своя прелесть, иметь дома то, что в природе можно встретить вот в лесах, в джунглях. А это у нас телебенсис. Вы посмотрите, какие у него потрясающие листья. Просто как забрызганной краской, правда? Вот невероятно. Вот цветение. Кстати, вот я вижу, смотри, один цветущий. Ну, хотя бы так мы его сфотографируем, потому что крайне редко он встречается цветущим. И у нас не было никогда его фотографии. Очень красивый. Невероятной красоты листья. Вот невероятный. Как будто кто-то вот так вот смахнул кисточкой и обрызгал. Посмотрите. Не полоски, не черточка, а именно вот такие вот пятнышки. Я его отставлю. Белатурм с комплексом. Это тоже, посмотрите, белатурм с комплексом скрещеный. Это меньшовский кросс. Посмотрите, какой красоты. Невероятно просто нежный крупный цветок с такими вот вишневыми отливами. Мне очень нравится. Вот они все три братика. Они все. Интересно, они одинаковые. Они абсолютно одинаковые, абсолютно идентичны. Видите, когда мериклон, как правило, отличия крайне небольшие, вызваны только уходом или условиями содержания. И этот знаменитый, уже всем набивший оскомин, ну, Лайолин Вилткет. Тем не менее, он не теряет своей привлекательности, популярности. Хотя это уже можно назвать и абинопсис. Посмотрите, какой он крупный. Лайолин Вилткет. A lot of here now, too. And even in... But that one is the same as the other one. Вот, вот он показывает, Лайолин Вилткет. Ну, на самом деле, очень распространенный сорт сейчас. Он уже, наверное, сходит популярность его на нет. Мне кажется, тем не менее, он все равно очень красивый. Он не теряет своей прелести от того, что он стал такой, как бы, ширпотребный, массовый. Он не теряет своей прелести. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...